Всем привет! И сегодня я приготовлю три максимально вкусных бюджетных блюда. При этом все они будут довольно сытные. Итак, поехали! И в первом блюде нам понадобится немного фарша, самые дешевые спагетти, лук и морковка, томатная паста, а также самый дешевый сыр. И первое, что мы сделаем, это сварим макароны. Для этого ставим кастрюлю с водой на огонь и добавляем в нее нормально так соли. После чего ждем, пока вода закипит и отправляем туда наши спагетти. Все, и пока макароны варятся, можно заняться всем остальным. Дальше мы берем лук и морковку и пока довольно мелко нарезаем только лук. Пересыпаем его на сковородку и пока он там обжаривается, нарежем морковь. Делим морковку на две части и нарезаем ее вдоль. Из тех пластинок, которые у нас получились, делаем соломку, а ее нарезаем уже мелким кубиком. Как только лук посветлеет, сразу же пересыпаем к нему морковку. Теперь все это нужно хорошо перемешать и буквально через пару минут добавить фарш. И сразу же этот ком фарша мы разламываем лопаткой, для того, чтобы он не превратился в одну сплошную котлету. Обжариваем фарш до вот такого состояния, после чего добавляем томатную пасту. И все это перемешиваем. Осталось вливать сюда немного воды и добавить соли и перца. Упариваем это все теперь до вот такого состояния и можно выключать. Спагетти уже сварилось, осталось натереть немного сыра и можно будет собирать наше блюдо. И первым слоем на тарелку мы выкладываем наши спагетти, как бы немного закручивая их в бок. И кстати следите за тем, чтобы на краях тарелки не лежали макароны. И сверху на спагетти идет соус, на одну порцию я использовал примерно половину. Последним слоем на соус мы выкладываем тертый сыр и в принципе на этом все. Ну и по желанию сверху еще немного присыпаем зеленью. И получается у нас вот такая бюджетная версия пасты болоньеза. Само собой она очень вкусная и попробовав ее вряд ли скажешь, что она стоит копейки. И сейчас мы почитаем ее себестоимость. На фарш я потратил 17 гривен плюс 6 гривен за макароны. Хотя нет, макароны я использовал всего лишь одну третью пачки, поэтому добавляем 2 гривны. Также я купил 100 грамм самого недорогого сыра и половину использовал, поэтому плюс 4 гривны. Еще гривна 50 за лук и морковку, а также 3.20 за томатную пасту. Итого получается 27 гривен или 63 рубля. Но так как из всех этих продуктов я приготовил 2 пасты болоньеза, то делим цену на 2. Таким образом мы получаем цену за одну порцию в 14 гривен или 32 рубля. Ну и следующее блюдо еще проще предыдущего. И для него нам конечно же понадобится картошка. Само собой ее нужно почистить. Кстати, если картошка молодая, то делать это можно с помощью обычного железного скребка. Теперь берем каждую картофелину и разрезаем ее сначала пополам, а потом уже на дольки. И пожалуйста, попытайтесь все дольки сделать примерно одного размера. Теперь перекладываем картошку в тару побольше и дальше займемся мясом. Кусок мяса у меня крайне маленький, но тем не менее, нарезаем его на вот такие небольшие куски. И теперь отправляем эти куски мяса в миску с нашей картошкой. Из специй мы добавляем соль, перец и еще возможно какую-нибудь приправу. Но в принципе это далеко не обязательно и вкусно будет и так. Теперь выдавливаем сюда пол пачки майонеза и натираем сыр. Все, осталось накрыть миску тарелкой и все это хорошо перетрясти. И по итогу у нас получается вот это. То есть каждая долька равномерно покрыта специями и майонезом. Теперь все это берем и отправляем в рукав для запекания. Завязываем рукав и делаем в нем пару отверстий для выхода воздуха. В общем перекладываем все это на противень и отправляем в духовку на час при температуре в 200 градусов. По прошествии этого времени уже все готово и можно сервировать. Ну как сервировать, просто перекладываем картошку на тарелку и посыпаем ее сыром и петрушкой. Конечно если у вас она есть. И получается вот такое просто охренительно вкусное незамысловатое блюдо. И здесь реально не на чем запариться. Ты просто берешь картошку, нарезаешь ее и перекладываешь в миску. Там перемешиваешь ее со специями и отправляешь в духовку на час. И сейчас мы почитаем ее себестоимость. За мясо я отдал 17 гривен и плюс 15 гривен за картошку. Еще 4 гривны за 50 грамм сыра и самый дешевый майонез стоил 5 гривен. И получается что вся эта картошка с мясом стоит 41 гривен или 95 рублей. И всей этой картошки спокойно хватит на 4 порции. Поэтому делим цену на 4 и цена за одну порцию будет составлять около 10 гривен. Ну и последнее блюдо это просто крайне простой десерт. Для него нам понадобится пару яблок, белый хлеб, а также 2 куриных яйца. Обошлось все это в 17 гривен. Теперь начинаем готовить. И первым делом в миску мы разбиваем 2 куриных яйца. Добавляем к ним 1 столовую ложку сахара и немного корицы. Кстати вместо корицы можно добавить сушеный имбирь. И теперь венчиком все это взбиваем. Конечно не в пену, просто до однородной массы. Добавляем немного молока и в последний раз все это перемешиваем. Все, теперь окунаем сюда хлеб и отправляем на сковородку. В общем по сути мы обжариваем обычные гренки, только сладкие. Теперь у яблока вырезаем косточки, а все остальное нарезаем кубиком. Главное не очищайте яблоки от кожуры, а то в дальнейшем все это превратится в кашу. В общем пересыпаем яблоки на сковородку и добавляем к ним 1 столовую ложку сахара. Как только сахар растворится добавляем воду. Тушим яблоки еще пару минут до вот такого состояния и в принципе они уже готовы. И теперь все это собираем. На самые нестарелки мы выкладываем 4 гренки. А поверх гренок уже половина наших карамелизированных яблок. В принципе на этом уже и все, но чисто по желанию и в качестве декора можно все это присыпать пудрой. И добавить пару листочков мяты. Получился крайне простой, но очень вкусный десерт. И поверьте это в разы вкуснее чем обычные гренки. Как вы помните на продукты я потратил 17 гривен. Но так как я использовал сахар и молоко, которые не покупал, округлим все это до 20. Но у меня осталось еще довольно много гренок и половина яблок. Поэтому на одну порцию точно хватит. Делим 20 на 2 и получаем цену за одну порцию в 10 гривен. В рублях это 23 рубля. Вот такие 3 простых и бюджетных блюда я вам сегодня показал. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.